Фестиваль прошёл под названием «Душой вечно молодые». В нём приняли участие 9 человек. Цель фестиваля – поддержать талантливых и одарённых десногорцев, объединить пожилых людей между собой, вовлечь в творческую деятельность и популяризировать песни советских композиторов. Вероприятие организовано Центром культуры и молодёжной политики при поддержке администрации города и Смоленской атомной электростанции. В рамках фестиваля были предусмотрены 5 номинаций – художественное чтение, инструментальное творчество и две специальные номинации. 75 лет со дня освобождения Смоленщины. В этой категории необходимо было представить на суд зрителей произведения на патриотическую тематику. И последняя номинация была посвящена столетию комсомола. Участники этой категории исполняли самые популярные комсомольские произведения. Выступления участников фестиваля не оставили зрителей равнодушными. Они с удовольствием танцевали под песни и одаривали выступающих бурными аплодисментами. Хорошо выступают вообще, неожиданно, но приятно. Так что спасибо, спасибо организаторам. Я люблю русские песни и потом много друзей здесь у нас. Поэтому за компанию пришли поддержать, поболеть за наших участников. Душа поёт в честь комсомола, в честь 75-летия Смоленщины, победе над фашистами и День пожилого человека. Хотя его так называют, но он не День пожилого, а День молодого человека. Потому что мы молодеем, когда двигаемся, танцуем, поём, слушаем песни. Всё очень прекрасно. Всё это вдохновляет и молодеет. Активная жительница нашего города, председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова была награждена благодарственным письмом от Департамента Смоленской области по социальному развитию за неравнодушное отношение к судьбам людей, за терпение и ответственность в решении общественных проблем города. В завершении фестиваля участники были награждены дипломами и подарками.